Привет, любимый зритель канала Техноарена! В этот раз я расскажу тебе о самых ожидаемых смартфонах на январь 2024 года. Эта модель смартфона от компании Xiaomi уже с сентября спокойненько продается на территории Китая, пока фанаты всего мира облизываются и ждут глобальной версии, которую разработчики обещали презентовать для всего мира 4 января 2024 года. Отличия от родной отечественной версии для внутреннего рынка практически нет. Внешний вид должен сохранить эти мягкие формы гнутых экранов, крупные глазки и модули основной камеры. Пользователю будет предложено взаимодействовать с крупным OLED-дисплеем на 6,67 дюймов. Разрешение для такого размера тоже предлагается отличное – 1220 на 2712. Все вычислительные мощности лягут на плечи железяки от Mediatek. Под названием Dimensity 7200 Ultra. Два ядрышка будут выдавать высокую производительность, остальные шесть будут экономить энергию. Камешек собран в кооперации с компанией Xiaomi и максимально оптимизирован для взаимодействия с остальным железом аппарата и его операционной системой. Оперативной памяти должно хватить всем, на выбор предоставят от 8 до 16 гигабайт. Для встроенной предлагается разброс чуть меньших масштабов от 256 до 512. Модули основной камеры тебе дадут три, самый главный из которых будет нести 200 мегапикселей. Фронталку дадут попроще на 16. Батарейку обещают на 5000 мАч, но с поддержкой быстрой зарядки мощностью в целых 120 Вт. Ориентировочная цена модели за версию с набитой под завязку памятью составит в районе 500 долларов. К слову, это не единственная модель, которую продемонстрируют 4 января, их тут целый выводок. В свободное плавание по всему миру отправится средняя модель линейки Redmi Note 13 Pro и малая Redmi Note 13. В Pro-версии своими 8 ядрами будет оперировать свеженький Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Ситуация с памятью примерно такая же. Оперативная будет предлагаться от 8 до 16 ГБ, а встроенная от 128 до 512. Эта модель будет стоить ориентировочно чуть меньше 300 долларов. Ну и самая младшая модель Redmi Note 13 оснащается камешком Mediatek Dimensity 6080. Экран тоже на 6,67 дюймов, типа OLED. Оперативной памяти будет от 6 до 12 ГБ, встроенная от 128 до 256. В полном обвесе с максимальным запасом памяти она будет ориентировочно стоить чуть более 200 долларов. Загляни в описание к ролику, чтобы забрать свой промо-код, который поможет немножко сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Еще один китайский красавчик, который уже давно обживается на территории своей страны и станет доступен для всего мира ориентировочно 23 января 2024 года. Производитель не постеснялся впихнуть в эту модель все самое топовое железо и технологии, которые имеются на данный момент. Сразу же можно обратить внимание на просто огромный экран размером в 6,82 дюйма. Это AMOLED LTPO дисплей, тот который умеет автоматически менять частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц. Ему подарили просто отличную яркость в 1600 кандал на квадратный метр. На задней панели хорошо различим блок модулей основной камеры. Четыре кружка в одном большом кружке, три из которых непосредственно объективы на 50, 64 и 48 мегапикселей. Умеет снимать видео в формате 8К на скорости 24 кадра в секунду. Процессор тоже установлен топовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, разбит на три кластера с одним мегамощным ядром на 3,3 ГГц, пятью ядрами на 3,2 ГГц и парочка энергоэффективных на 2,3 ГГц. Максимальные обвесы памяти могут составить 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной. Что касается батареи, разработчики решили немного отойти от традиционных 5000 мАч и докинули к ним еще 400. Заряжать всю эту радость предлагается зарядка на 100 Вт. Любителям беспроводной передачи энергии дают зарядку вдвое меньшей мощности на 50 Вт. Китайская версия ходит в одежке ColorOS. Глобальная будет носить OxygenOS 14. Модель с предельными запасами памяти обойдется примерно в 800 долларов. Не забудь подписаться на Техноарену, чтобы всегда первым узнавать об актуальных предложениях и новинках техники и электроники. А еще ты можешь поддержать меня своим лайком и комментарием. Об ожидаемом флагмане от компании Samsung пока что ходит больше легенд, чем какой-либо реальной информации. Представить его корейцы хотят 17 января 2024 года. На основе утечек и крупиц просочившейся информации можно сделать вывод, что дизайн всей линейки смартфонов S24 не сильно отличается от предыдущей серии S23. Ультраверсии дадут огромный экран на 6,8 дюйма с частотой 120 Гц. Ожидается, что основным камешком будет выступать Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Довольно мощная железяка, которую мы с тобой уже видели в предыдущей модели. Оперативной памяти хотят установить 12 ГБ. Предел встроенной памяти будет завершаться на 1 ТБ. В общем, все выглядит современно и мощно. Камера будет разбита на 4 модуля, главный из которых получит матрицу в 200 Мп. Также есть модули на 10, 12 и 50 Мп. Последний представляет из себя телефотообъектив с 10-кратным зумом. Правда, по некоторым данным зум может быть и 5-кратным. Продавать эту модель ориентировочно будут за 1100 долларов. Версия Plus получит почти такой же экран в 6,7 дюймов. Устанавливаться в нее будет точно такой же процессор, как и у старшей модели. Набор из трех модулей камеры тоже ожидается таким же. Телефотообъектива на 50 Мп здесь вроде как не будет. Оперативной памяти тоже будет 12 ГБ. Предел встроенной заканчивается на 512 ГБ. Эта версия ориентировочно будет продаваться примерно за 900 долларов. Штатная модель без всяких приставок S24 получит дисплей размером 6,2 дюйма. Процессор Exynos 2.4 108 ГБ оперативной памяти. И три варианта встроенные 128, 256 и 512. Возможно, что в этих версиях смартфонов будет очень активно задействован искусственный интеллект для отработки различных процессов. Так как Samsung уже давно экспериментирует с собственной нейросетью, внедрить ее в свои устройства не составит для них большой проблемы. 8 января 2024 года любители мобильного гейминга смогут получить первые подробности о точных характеристиках и цене одного из самых главных игровых флагманов среди смартфонов. Крупицы информации, поступающие из различных источников, позволяют примерно оценить будущую производительность получившегося смартфона. Основные производительные мощности на себя возьмет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Как можно заметить, довольно популярный чип среди флагманских решений. Максимальное количество свежей оперативной памяти может достигать 24 ГБ. Запас встроенной тоже будет внушительный в максимальном обвесе 1 ТБ. Причем одного из самых свежих типов UFS 4.0. Для того, чтобы запечатлеть интересные события, предлагается основная камера с тремя модулями, главный из которых будет иметь 50 Мп. Для фронтальной приготовлена матрица на 32 Мп. Дисплей должен быть крупным, как и сам смартфон диагональю в 6,78 дюймов. Разрешение ориентировочно будет достигать 1080 на 2448. Максимальная частота обновления экрана оценивается в 165 Гц. При этом она адаптивная, будет подстраиваться под контент на экране. Судя по первым рендерам, возможно, что производитель решил отойти от строгой геймерской направленности и сделать телефон более универсальным. В дизайне стало больше нейтральности, но некоторые элементы все же выглядят необычно, как например островок модулей камеры. Информация о точной цене пока никакой не засвечена, поэтому остается лишь дожидаться презентации. А на этом у меня все, загляни в описание, чтобы забрать промокод для выгодных покупок. Не забудь подписаться на канал Техноарена и поддержи меня своим лайком и комментарием. Я с тобой прощаюсь, но только до следующего выпуска. Пока!